Здравствуйте ! Приветствую вас на моем канале ! И сегодня мы поговорим о нашатырном спирте ! Я предполагаю что сейчас некоторые медработники начнут в меня кидать тапками , но я все же рискну ! Скоро череда новогодних праздников и бывают случаи когда человек может не рассчитать свои силы и употребив слишком много спиртного , а оказаться в ситуации когда он просто не в состоянии не то что адекватно себя вести , а и просто не в состоянии мыслить . И сейчас я вам напомню как привести такого человека в чувство при помощи нашатырного спирта . Многие знают о применении нашатырного спирта для вывода человека из обморочного состояния . Для этого нужно смочить вату нашатырным спиртом и на расстоянии поднести эту ватку к носу пострадавшего . От запаха нашатырного спирта человек приходит в сознание . Для того чтоб отрезвить пьяного человека для этого нужно добавить несколько капель нашатырного спирта в стакан воды . Чтобы определить сколько капель нашатырного спирта накапать нужно учитывать состояние захмелевшего . Так при легкой степени захмеления достаточно 2-3 капель средства . При состоянии средней тяжести 3-5 капель на стакан воды . При тяжелых состояниях рекомендовано добавлять от 6 до 10 капель на стакан воды . Если человек вообще никакой , тогда приподняв голову ему при помощи чайной ложки вливают раствор потихоньку , чтобы он не захлебнулся в рот . После употребления раствора через 5-10 минут человек приходит в себя . На всякий случай под рукой нужно иметь ведро, таз или большой полиэтиленовый пакет . Так как организмы у всех разные , поэтому в некоторых случаях прием воды с нашатырным спиртом может спровоцировать рвоту . Конечно многие об этих способах знают , но мало кто знает способ применения нашатырного спирта , который я расскажу далее . А способ этот применяется для спасения людей , которые переборщили с употреблением такого вещества , которое начинается на букву «н» и заканчивается на буквы «ки» . Полностью сказать слово я не могу , так как ютуб такие ролики не пропускает . Надеюсь , что вы поняли о чем идет речь . Ведь бывают ситуации , когда нет возможности вызвать скорую , и нужно самостоятельно пострадавшего доставлять к медучреждению , а на это нужно время . Или нужно очень долго ждать приезда скорой помощи , а за это время человека может быть уже поздно будет спасать . Так как в случае если человек перестарался с применением определенных веществ , или когда еще имело место быть смешивание алкоголя и таких веществ , то в любой момент может просто остановиться дыхание . Вот тогда применяются реанимационные действия при помощи того же нашатырного спирта . При таких ситуациях некоторые медработники скорой помощи применяют все тот же 10% нашатырный спирт . Только впрыскивают его подкожно объемом полкубика в область плеча . Эффект от манипуляции наступает практически сразу . Через 30 секунд нормализуется дыхание , а через 2 минуты человек сможет вразумительно отвечать на вопросы и даже встать . Быстрота действия объясняется тем , что подкожная клетчатка имеет хорошее кровоснабжение , поэтому лекарства всасываются и действуют быстрее . При применении нашатырного спирта препарат рефлекторно возбуждает центральную нервную систему , особенно центры продолговатого мозга . Также рефлекторно нормализуется дыхание и кровообращение , а это может просто спасти жизнь . Недавно мне попался на глаза рассказ работника скорой помощи . Ссылка на этот рассказ будет в описании . Там кстати можно еще очень много интересного почитать , опустившись чуть ниже . Так вот рассказ меня заинтересовал тем , что этот простой способ с применением нашатырного спирта подкожно будет просто спасением для большого количества людей . Но сразу перед тем как поделиться с вами этой информацией я постаралась изучить информацию касаемую нашатырного спирта глубже . Нашатырный спирт хоть его так и принято называть это водный раствор гидроксида аммония , а обычно 10% концентрации аммиака в воде . Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом . Гидроксида аммония это щелочь , которая образуется при растворении аммиака в воде . Она имеет сильный аммиачный запах и довольно часто ее называют просто аммиаком или аммиачной водой . Простыми словами это щелочная вода с резким запахом . Являясь слабым основанием нашатырный спирт нейтрализует кислоты и относится к раздражающим веществам . Конечно все знают , что нашатырный спирт при неосторожном применении может обжечь слизистые . Скажем если не аккуратно поднести его к носу пострадавшего или если например не разбавив с водой выпить . При этом будет ожог слизистых оболочек . Но также аммиак необходим для многих биологических процессов в нашем организме и служит предшественником синтеза амминокислот и нуклеотидов . А в тканях человека и животных вследствие метаболизма образуется значительное количество аминокислот . Печень преобразовывает гидроксид аммония в мочевину . Гидрат аммиака принимает участие в регуляции кислотно-щелочного баланса в организме . Но при этом в разных источниках , в том числе и в новейшем справочнике «Лекарственные средства» говорится о том, что подкожно и внутримышечно нельзя вводить раздражающие вещества , к коим также относится нашатырный спирт . Ответ на вопрос «Почему нельзя вводить раздражающие вещества подкожно и внутримышечно» нашелся в книге «Фармакология» выпуска 2010 года , автор Харкевич . И там сказано «Внутримышечно и подкожно не следует вводить вещества, оказывающие выраженные раздражающие действия, так как это может быть причиной воспалительных реакций, инфильтратов и даже некроза . Инфильтрат — это участок ткани, характеризующийся скоплением обычно несвойственных ему клеточных элементов , увеличенным объемом и повышенной плотностью . Простыми словами это твердые участки мягких тканей после уколов . А некроз — это разрушение клеток ткани простыми словами нагноение . Я нашла очень много информации о том, что инфильтраты образуются при введении подкожно-масляных растворов. Но все мы с вами знаем , что такие проявления в виде уплотнений в местах уколов далеко не редкое явление при применении все тех же антибиотиков . И в подтверждении этому есть научная статья под названием «Локальное постинъекционное осложнение или медикаментозное ядрогенное заболевание . Инъекционная болезнь» . И вот здесь мы читаем цитата «Следовательно, любая инъекция любого лекарственного средства вызывает характерно колото-инфильтративное повреждение кожи и подкожно-жировой клетчатки в месте прокола и медикаментозной инфильтрации тканей , которые заболевают как от проколов их инъекторами , так и от инфильтраций растворами лекарственных средств . Поскольку заболевание вызывают инъекции , оно было названо инъекционной болезнью» . То есть получается , что проблемы после уколов могут возникнуть от абсолютно любого лекарства введенного подкожно или внутримышечно . Из всего вышесказанного выводы делайте сами . Поэтому если речь идет о спасении жизни , на мой взгляд все методы хороши . Кроме того есть еще один момент в посте медработника , ссылка на который будет в описании . Врач нет ложной скорой помощи , пишет цитата . Один из них имеются в виду определенные лица . Мне через год попался . Я его с гепатитом С вывозила . Посмотрела ему на плечо от нашатыря только маленький шрамчик и остался типа оспенной метки . Так что слухи о страшных абсцессах и гигантских некрозах сильно преувеличены . И напоследок вот еще небольшая выдержка из сайта доктор на работе . Уважаемые коллеги только что наблюдала амбулаторное обращение в приемное отделение , приведшее в замешательство всю дежурную бригаду . Пациентка средних лет вместо инъекций хондропротектора ввела себе внутримышечно ампулу нашатырного спирта . Беспокоила боль в ноге . Сейчас жалоб нет . Ну то что боль прошла это не удивительно , так как нашатырный спирт это сильнейший антисептик . Ним в разведенном виде даже хирурги перед проведением операции руки обрабатывают . Очевидно у этой женщины было воспаление , которое она сняла уколом нашатырного спирта . Но самое главное это то , что с ней ничего не случилось . Но даже если после любого укола развивается абсцесс , с ним можно легко справиться при помощи компрессов с применением магнезии . Как делать такие компрессы есть ролик , ссылка на ролик будет в описании . И еще очень интересный момент это то , что применение нашатырного спирта спортсменами является обычной практикой . Его применяют штангисты футболисты и другие . Все ссылки на статьи будут под роликом в описании , в том числе и про применение спортсменами нашатырного спирта в момент соревнований или матчей . Также интересным является тот факт , что применение нашатырного спирта в пищевой промышленности является обычной практикой . В пищевой промышленности данный ингредиент можно встретить в качестве пищевой добавки Е527 . Действительно в целом ряде стран он широко используется при изготовлении продуктов питания , и Американская ассоциация продуктов питания и лекарств на основе массы исследований разрешила его использование в ограниченных концентрациях , что включает в себя выпечку , сыры , шоколад , карамель и другие кондитерские изделия . Также его используют в качестве противомикробного компонента в мясных продуктах . Итак , сегодня , я надеюсь , вы узнали кое что интересное о применении нашатырного спирта . Напоминаем , информация на канале дана для ознакомления , перед ее применением посоветуйтесь с врачом . Ну а на сегодня это все , желаю всем крепкого здоровья , подписывайтесь на канал и жмите колокольчик , чтобы получать уведомления о новых роликах на канале . Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соц сетях . Ну а на сегодня это все , на следующих встреч , пока . 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 Продолжение следует...